Постоянные стрессы на работе, осенняя хандра, вдобавок непростая ситуация в стране и мире. Все это не может не сказаться на психике человека. Число пациентов с невротическими расстройствами, говорят профильные врачи, только растет. Причем первые симптомы – тревогу, беспокойные сны, замкнутость, обессиленность – люди не берут во внимание. А ведь уже стоит обратиться к специалисту. Конечно, это диспансер. Вы идете на прием к врачу-психиатру, работает диспансер точно так же, как любая поликлиника, участковый метод такой же. То есть позвонили, узнали своего участкового врача-психиатра, записались и пришли к нему. Все, вас доктор осмотрит. И уже по результатам осмотра будет дальше действие, тактика будет разработана. Сегодня такую помощь жителям не только Барнаула, но и края могут оказать в клинической психиатрической больнице. К слову, сейчас отмечают сами специалисты. Люди перестали стыдиться обращаться к врачам такого профиля. Сериотипы стираются. Многие расстройства можно разрешить при помощи консультации, медикаментов. Особенно критические состояния лечатся стационарно. Психическому здоровью сообщество врачей хочет уделить большее внимание. Так, например, эту составляющую мог бы учитывать терапевт при осмотре пациента. Сейчас этот вопрос обсуждают в Краевом Минздраве. Решено, что будет подключился медуниверситет, обучающий курс будет проведен. Наши доктора поедут во все районы Алтайского края с обучающим курсом как для психиатров, в том числе, так и для всех медицинских работников, всех наших ЦРБ и прочих-прочих заведений. То есть это все, вот работа, она полномерно ведется. Вообще, с плохим настроением и хандрой, если это, конечно, не критическое состояние, когда даже встать с кровати нет сил, можно побороться самостоятельно. Берите пример Сминхаузена. Голова от себя под рукой, господа. Я схватил себя рукой за волосы и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава богу, сильная. А голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул. И вытянулся из болота. Есть такое хорошее упражнение, называется разговор со свечой. То есть, когда вы зажигаете свечу и просто проговариваете свою проблему на пламя. Что еще? Ну, конечно же, удовлетворяйте свои потребности. Нельзя сидеть на диетах, нужно получать полностью витамины и минералы. Нужно обязательно высыпаться, причем ложиться лучше до 11, потому что с 11 до 3 у нас вырабатывается такой гормон, как мелатонин, который латает нашу нервную систему. Ну и, конечно же, отдыхать. То есть, если хочется отдохнуть, не надо заставлять себя урабатываться, а нужно именно отдыхать. Причем лучший отдых, замечает специалист, это смена деятельности. Почему бы не вспомнить о своем хобби или не обзавестись новым? Тем более, что это не всегда платно. К примеру, игра ГО, которая появилась еще в Древнем Китае, некоторое время была малоизвестна. Теперь набирает популярность. Сама игра признана видом спорта. В крае даже появилась целая федерация ГО. Мы позиционируем ее как инструмент саморазвития. То есть, каждый человек в первую очередь должен понять, что такое причинно-следственная связь. У нас, у многих взрослых даже бывает с этим проблема, уж тем более для детей это обязательно. Обязательно развивает память, логику. Ну и дает некоторые определенные навыки, которые очень полезны в жизни. Ну, например, такие, как просчет действий своих, их последствий, потом ответ от тех, с кем вы общаетесь, ну и так далее. Обучиться игре может любой желающий, независимо от возраста. Занятия проводят по выходным на базе 122-го лицея. Записаться можно в сообществе ВКонтакте, которое так и называется – Федерация ГО Алтайского края. А вот тем, кто считает себя непоседой, можно податься в актеры. Театральная мастерская «Хомо Артистикус» на базе классического университета регулярно проводит наборы, дает возможность любому совершенствовать голос, дикцию и тело. Кстати, занимаются здесь не только студенты. Я хочу преодолеть свои комплексы, которые я до сих пор не преодолела. Да, я хочу быть более раскрепощенной, я хочу на публике даже, может быть, как-то выступать увереннее. Хочу научиться петь, танцевать, участвовать в спектаклях. Я много чего хочу. Мы регулярно ставим какие-то спектакли, постановки, этюды, участвуем в конкурсах, в фестивалях. И показываем это не только на нашей сцене, но и выезжаем на гастроли в различные города благодаря проектам. И ездим на фестивали не только по Алтайскому краю, но были также в Москве и в Петербурге. И мы постараемся делиться нашим самобытным, любимым творчеством со многими зрителями. А это уже танцотерапия. По крайней мере, так эти занятия называют сами организаторы. Движение под музыку в масках и без каких-либо запретов. Здесь можно ходить по залу и даже кричать, не скрывая эмоций. Музыка и тот факт, что тебя никто не видит, расслабляет тело и очищает мысли. Такие занятия проводят на Пролетарской 139. Мы работаем в масках, чтобы каждый человек заходил именно в себя, в свое внутреннее состояние и проживал его там. И мы здесь не ради красоты, а именно ради прожить свои эмоции, выпустить свои телесные зажимы, отпустить их. Зажимы в теле, говорят в практике, формируются как раз-таки под влиянием эмоций. Неуверенность, комплексы и страхи становятся тенями человека и преследуют его в осанке, походке и даже жестах. Испытывая эту эмоцию, эту тень в танце, мы ее находим в теле и начинаем прорабатывать. Концентрируемся на ней, усиливаем и в свободном движении она у нас высвобождается из тела. И это только несколько вариантов, как можно разнообразить свой отдых. Конечно, никто не отменял вязание, рисование и еще сотни разновидностей домашних занятий. А лучше дышать свежим воздухом, советуют врачи. Прогулки и бег приведут тело в тонус. Алексей Янкин таким спортивным отдыхом увлекается уже три года. За это время даже успел поучаствовать в семи полумарафонах. Бег – это время для вдохновения, для какого-то такого обновления. И потом ты врываешься в трудовые будни с новыми силами и с какими-то новыми идеями. То есть это очень классная штука, я просто всем рекомендую. Самое главное – отдыхая, не лежать на диване и не увязать в своих же мыслях. Однако и заставлять себя двигаться, особенно если на это нет сил, тоже не стоит. Иногда в психике человека просто не обойтись без помощи специалиста. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.